Шахтер был самый настойчивый из всех, то есть они хотели видеть меня в команде, но часто звонили и общались, поэтому это, наверное, я и до этого говорил, это подкупило, как бы, когда тебя все ждут в команде, то такое отношение, как бы, я сам только забыл. Ну, а рыбу ты тоже можешь добыть, купить рыбу в магазине, но почему все ездят на рыбалку? Все это Вергейщик, Жуковский, Юревич, вот я. Не, образа, люди, вот для чего вот просто ездят на рыбалку? Прохожу медосмотр, меня осматривает женщина, по РНЖ получается, ну все закрыто у нее, да, и я когда уходил, я вот так хотел по плечу спасибо, она как выбежала с кабинета, зовет меня, какие-то мужики приходят, и говорят, да, на арабском орут на меня. Ну, ты тогда ведь был одним из лидеров молодежки, как раз же в то время. Да нет, Савицкий тогда был лидер, я помощник. Ничего не знаю, мы говорим только о лидерах из Солигорского шахтера, которые сейчас. Всем большой-большой привет, как болельщикам Солигорского шахтера, так и всем поклонникам белорусского футбола. Сегодня, когда подкаст «Вся соль» возвращается после вынужденной грустной паузы, были некоторые неприятности с нашим клубом, я думаю, мы вскользь немножко их затронем, сильно сыпать соль на рану не будем, но, тем не менее, Еврокубковая фиаско, наверное, этой темы сильно не избежать. Меня зовут Егор Колесник, и, как всегда, рядом со мной мой большой друг в первую очередь, во вторую очередь пресс-секретарь футбольного клуба «Шахтер Солигорск» Виктор Волосько. Витя, здравствуй. Да, привет. Ну, ты, конечно, умеешь начать с позитивчика. Это жизнь. Здесь есть и позитив, и пессимизм, к сожалению. Тем она, наверное, и интересна. Расскажи, Витя, очень кратенько, так, чтобы сильно не возвращаться к этой теме. Какое было настроение у ребят после вылета из Еврокубков? Ты был здесь на базе, всех их видел, со всеми общался? Ну, наверное, говорить о том, что было какое-то настроение, вообще нельзя, потому что, ну, его не было просто. Очевидно, что молдавское проклятие нас вновь настигло. Да. Вот, вновь в меньшинстве, вновь по пенальти молдавской команды. Ну, да. Было и было. Забыли, двигаемся дальше, да? Сегодня у нас супергость. Витя, представляй. Даже неожиданно немного, чтобы этот человек сидел здесь, мы записываем вокруг в комнатке, где атрибуты желто-черные, с ольгорским шахтером и молоточки, и у нас такой гость. Витя. Да, в гостях Никита Корзун. Привет, Никит. Да, здравствуйте. Ты, наверное, намекаешь на максимально динамовский бэкграунд. Да, за вычетом двух клубов максимально, да, бело-голубой бэкграунд Динамо. Как тебе в такой атмосфере? Да, супер. Если отношение одного клуба такое, второго, никакое. Правильно? Я же не враг сам себе, надо идти туда, где ждут, поэтому ничего такого не вижу. Сразу обезоружил, да? Да. Ты сегодня к игре, к сегодняшней, мы записываемся в субботу в день матча с Витебском, не готовился, ты готовился индивидуально, потому что трансферное окно открывается только 15-го числа. После индивидуальной тренировки каково вот это вот, когда все ждут начала матча, все готовятся к нему как-то уже и ментально, и там, может быть, какие-то процедуры кто-то делает. А вот, а ты индивидуально сам по себе, и ты ждешь только того, как посмотреть потом с трибуны. Хочется тоже поиграть, конечно, помочь и ребятам, как бы, и команде всем. Так, ничего, ну, что, потренировался, как бы, посмотрел, ребята там стандарты разбирали, взял кофе и спокойно пошел сюда записываться. Ничего, ну, ничего страшного, что там, 15-го числа, да, и... Да, 20-го уже будет возможность. Ну, заявят с 15, ну, вот, ничего страшного. То есть, следующий тур, Никита, уже с нами, полноценно. Да, выезд в Мозырь и дебют в Возможный. Возможный, да. Смотрим. Никита, смотри, расскажи нам, пожалуйста, как вообще возник твой вариант с Солигорским Шахтером, и почему ты выбрал именно Солигорское? Ну, потому что Шахтер был самый, ну, настойчивый из всех. Ну, то есть, они хотели видеть меня в команде, но часто звонили, общались, как бы, поэтому это, наверное, я до этого, говорила, это подкупило, как бы, когда тебя все ждут в команде, то и такое отношение, как бы, я сам только забыл. То есть, наш клуб заранее связывался с тобой и прилагая свою кандидатуру до следующего клуба? Да, да. Очень, причем, настойчиво. Ну, и, говорю, это меня очень сильно подкупило. Ну, мне нравится просто такое отношение, когда вот так, а не когда сам просишься. Когда ты сказал, где тебя ждут. Да, да, где меня ждут, все правильно. Я правильно ли понимаю, что с тобой еще связывались, когда был Юрий Вернидуб тренером? Да. И ты уже пришел к новому для тренера. Были ли какие-то нюансы с этим, переживания, может быть, что теперь новый коуч и как-то другой взгляд на игру, что-нибудь такое? Ну, у каждого тренера, как бы, свой взгляд правильно на игру, поэтому, ну, ты же футболист, подстраиваешься. Как бы, ну, переживаний, ну, не было переживаний. Я ж, ну, опять же, все требования новые, ну, там уж не, это ж не другой, образно говоря, язык он меня учит, да, как бы все то же самое, просто чуть перестроиться надо. А переживаний никаких не было. Наоборот, только всех ребят смотивировало. Как бы, новый тренер, и надо по-новому доказывать всем. Как и мне, в принципе. Кстати, наверное, для новичка это может быть даже интересно тем, что, ну, вот, условно, предыдущий тренер, да, у него уже был сформирован какой-то взгляд на игру в центральной зоне, да, вот где твоя позиция. А теперь, то есть, условно, новый тренер смотрит всех. И у всех одинаковые шансы. То есть, нет уже какого-то... О, это хорошая мысль. Это все с нуля, грубо говоря, начали. Ну, да, я говорю, у каждого все заново, и надо по-зановому доказывать. Как в начале сезона. Интересная мысль. За месяц, я смотрю, ты подготовился. Одну мысль. Одну мысль. Никита, расскажи, пожалуйста, о знакомстве с тремя категориями футбольного клуба «Шахтера». С партнерами. У тебя, как я понимаю, здесь уже были какие-то знакомые. С базой. Ты ведь первый раз, наверное, в Солигорске здесь на базе. Да, первый раз. И с городом. Вот эти три компонента, давай тогда по очередности. Ребята в клубе. Ребята в клубе. Ну, с некоторыми пересекался в командах. С некоторыми в сборной. Поэтому как бы такого прям, что я кого-то не знаю, нет. Всех видел. И опять же, когда я играл против «Шахтера», ну, эти ребята там многие были. Ну, и многие знакомые. База. База. Первый раз супер вообще. Ну, реально не знал. Очень хорошая база. Джакузи понравилось? Супер. Супер. Ну, бассейн, джакузи, баня, сауна. Романтика. Хорошо. А с точки зрения поля тренировочного газона? Не, ну, все для базы супер. Я же говорю, все для того, чтобы тренироваться и после тренировок восстанавливаться, все есть. Все идеально. А ты живешь здесь, на базе, либо подыскиваешь жилье в Солигорске, в городе? Я в Минске жил. А, то есть ты приезжаешь сюда? Ну, нас автобус возят и утром забирают. После тренировки там восстановительные процедуры. Что сделали? Поужинали и все, обратно завозят. Ну, кто в Минске проживает. И все, это не проблема. А после Солигорска успел прогуляться? Ну, чуть-чуть до магазина. Чуть сходил. Классика. Ну, а, не-не-не-не, в парке вот в этом был. Пока все, пока. Ну, нельзя все сразу. Ну, постепенно. Да, а то будет, знаешь, занадто. Скейтпарк скоро будет готов. Все по чуть-чуть, не надо сразу, а то сразу все увижу, ну что? И уже уезжать захочешь, да? Наверное, футболистам это слишком травматично на скейте. Ну, некоторые же подписывают, когда контракт, они... Конечно, конечно. Галочка, что экстремальными видами спорта не будут заниматься на лыжах, кататься и так далее, и так далее. Во время сезона, как минимум. Ну, если не во время сезона, в отпуске тоже можно на лыжах куда-нибудь, знаешь. Ну, да. Потом полгодика. Оп, пересел. Кстати, вот, да, начали говорить о том, что у тебя динамовское прошлое, и максимально много тебя связывает с буквой «Д». Вот, у нас ведь тоже, на самом деле, у клуба очень интересная в этом смысле история, потому что много бывших динамовцев здесь, собственно, все это и строили, да? Начиная со Щекина, который привел сюда Вергейчика, Вергейчик привел сюда Леончика. Который сейчас директором клуба является. То есть, по сути, у вас как какую-то диверсионную работу вот из Минска проводите. Засылайте своих директоров, которые, по сути, кстати, благодаря своему опыту, шахтеры как лук делают лучше и лучше с каждым годом. Да. Так, признавайся, Никита. Не, я не связан. Я не вхожу в эту секцию. Не, я просто думаю, что на самом деле, ведь если брать развал Советского Союза, то, ну, где были кадры все, собранные со всей страны в Динамо, поэтому потом их потихонечку растащили по регионам, и вот. Ну, слушай, я помню еще такие времена, когда, помнишь, наша была эта пресловутая знаменитая победная серия, когда мы там на стадионе строительной проигрывали там около трех лет. 60 матчей. Да, скоро, кстати, будет годовщина этой даты. По-моему, в конце сентября она закончилась. Никита, вот я помню эти годы, учитывая, что мы с тобой плюс-минус ровесники, это там был начало нулевых, четвертый-пятый год. Когда в Солигорск приезжала Минская Динамо, я был тогда еще школьником, если подтвердить, я боялся идти на футбол один, потому что приезжали фанаты Минского Динамо, это все время была битва на поле, такой, знаешь, ненависть, может быть, даже больше, чем спортивная друг к другу, такой, знаешь, футбольный антагонизм друг к другу. Сейчас ты переходишь в Солигорске Шахтера, ну, по сути, в кавычках, но все равно такой, знаешь, вражеский клуб, как минимум в борьбе всегда за медали. У тебя не было какого-то такого чисто динамовского, не знаю, гештальта, знаешь, который вот, ну, вот не могу в Солигорск съехать, я все-таки динамовец? Мне в футбол надо правильно играть? Ну, и если мне, допустим, вот ситуация, Солигорский Шахтер, говорю, звонит там, образно говоря, там каждый может день, через день, ну, и проявляет настойчивость, а другой клуб не звонит, ну, и как бы и не нужен, по сути, да, то я же не враг себе, я же не буду сидеть и, ну, я тоже футболист, хочу играть в футбол, заниматься любимым делом, поэтому, ну, почему нет? То есть ты всю эту ситуацию в первую очередь оцениваешь как профессиональный футболист, игрок, которому нужно играть, зарабатывать деньги и развиваться дальше в карьере? Конечно, сто процентов только так. Ну, другого варианта нету как бы, ну, правильно, я тоже хочу в футбол играть, и вот. Тем более клуб хочет, ну, меня хотел. Почему нет? Это, я говорю, вот это самое, для футболиста, как бы, это самый такой вот шаг, когда тебе доверяют, ну, видишь, что они, как бы, тебе доверяют, тебя хотят. Это вот делает, наверное, 60%, 70% твоего выбора в пользу какого-то клуба. Любопытно. То есть такая мотивация появляется именно ехать туда, где тебя ждут? Ну, конечно, так как бы, это ж правильно, а не как тебя, как кота в мешке привезли, а иди бегай играй. Это ж по-разному все ситуации. Слушай, а по твоим наблюдениям, есть сейчас негодование болельщиков по поводу перехода своего любимого игрока? Ты ведь тем более в динамовской школе еще совсем мальчиком там занимался. То есть ты динамовец-динамовец, скажем прямо. Какое-то негодование болельщиков, когда игрок переходит в стан соперника, такого бескомпромиссного тем более, как, например, это было с Драгуном, когда он переходил в Батэ, там же такая прям была, ну, может быть, все травлю, да, почему нет? Или такого уже сейчас нету? Ну, не знаю, просто, может, забор не красил. Скорее всего, из-за этого. Тоненько, тоненько. Скорее всего, я, наверное, забор просто не красил. Вот, а да нет, ну, мне лично никто ничего не говорил. Перешел, да я не популярный игрок был в Динамо, что вы... Да ладно, ладно, связка. Воспитанник просто был. Воспитанник, быков, корзун тогда. Ну, не был популярным. Были, как бы, вот, вы называете Драгун, да, популярный, а я не был, я просто был воспитанником. Это, как бы, разное чуть-чуть. И все, ну, там мне никто ничего не писал, образно говоря, ничего не слышал о каких-то там в ИСК, ну, негодованиях. Ничего такого не было. Довольно символично, что ты дебютировал ведь за Минское Динамо, как раз выйдя на замену вместо Стаса Драгуна, который на следующий год уехал в крылья советов, а ты на следующий год, если я не ошибаюсь, стал лауреатом премии «Футбольная надежда Беларуси». Ну, да, еще было такое, а сейчас нет уже, да? Ну, там сейчас золотые мячики вручают, в тот же день, когда вот эта церемония награждения, там, лучший игрок, лучший тренер, да? Да. Вот в этот же день, или за день до этого, мне кажется, в этот же день просто днем там в первую очередь вручаются молодежные и юношеские футболы. Да, юношеские футболы по каждому возрасту вручаются, да? Ну, то есть есть, но немножечко в другом формате. Динамо Минское, переходим к Динамо Киевскому, да? Как вспоминаешь, те... Да классно. Во-первых, тот переход сам по себе, мандраж какой-то был, что это такое, переход в... У Минское Динамо тоже легендарная команда, но киевская, как бы у них там и чемпионств, не знаю, сколько штук. И тебе тогда ведь еще даже 21-го года не исполнилось, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Да классно было. Ну, мы на базе, я помню, сидели, но они как раз в группах играли, Лиги чемпионов. И мне говорят, ну, а там только тогда, вот, по-моему, в прессе что-то слухи были, что я могу там перейти туда. Ну, это сидели, смеялись, типа, о, твоя команда играет, играет. Ну, а там реально по фамилиям, ну, все сборники в Киеве, там, ну, тогда, когда я переходил. И через три месяца я уехал. Уже не смешно было. Ну, реально мандражно. Я по телевизору недавно смотрел только. Ну, и как там первая тренировочка условно? У меня, ну, под током. Нет, да куда? У меня я в раздевалку под, там, пульс, там, я не знаю, под таким максимальным пульсом заходил в раздевалку, такой, переодеться. А я уже про квадрат вообще молча. Ну, ничего, просто молча тренировался с электрошокером на ноге и все, как бы, током, чтобы подбивало каждый раз. Ну, я думаю, что это все-таки привыкаешь, да, ко всему. Не, ну, потом, конечно, ты там разнакомился, начинаешь уже общаться. Ну, первое время, понятно, очень тяжело. Плюс я только уехал тогда, мне 21 год, я уже, ну, опять же, ну, я вот сейчас просто размышляю, что, как бы, может, и рано уехал, потому что, ну, все-таки другая страна, все по-другому. Ну, опять же, ну, просто беру, потому что я уехал в среды, где я привык, где мне комфортно. Я уехал в ту среду, где у меня никого нету. Ну, образно говоря, я один там. И было тяжело. Ну, первое время. Тяжело было в плане быта? Да во всем, во всем. Ну, опять же, я говорю, мне 21 год только вот исполнилось, да. Я еще пацан молодой, образно говоря, на то, ну, даже по голове. И я приезжаю, мне не с кем пообщаться. Мне некому, допустим, там, с кем-то встретиться, там, рассказать, что не так, что не то. Кто-то, кто мне не поможет? Никто, я один, опять же. Вот, это быт. Это потом тренировочный процесс, тоже все по-другому. Нет уже, ну, не так просто, как было в клубе, в котором я был. Ну, то есть, там, всех знаешь, спокойно действуешь на футбольном поле, раскрепощен, а ты все время, ну, вот я по себе сужу, все время замкнутый, бегаешь такой, ну, первый выезд. Ну, да, твои первые легионерские хлеба ведь были. Я помню, тогда я еще работал спортивным корреспондентом на белорусском телеке. Я делал про тебя сюжет, когда ты только перешел. Я помню, у меня был такой оборот. У Никиты Корзуна один из главных козырей от отбора. Это тот футболист, который готов идти в подкат головой. Мы тогда делали интервью с Русланом Азаренком. Он, если не ошибаюсь, твой один из первых тренеров. Да, первый, первый. Да, и он очень тебя расхваливал, рассказывал такую историю. Ты жил на Уручье, и надо было в Малиновку ездить на тренировки. Да. Тебе мама садила в маршрутку. Чтобы понимали, может кто-то не знает, что весь Минск надо пересечь. Да, но она все объезжала. Эта маршрутка, она все как бы... Весь город, да? Да, 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 весь город объезжала. Вот, и одну, то есть тебя мама садила, на следующей остановке наконец-то тебя там встречали, шел на тренировку, и такой же обратный процесс. И как-то ты так запарился на тренировке, что проспал свою остановку. Мама звонит тренеру. Где Никита, где Никита? Оказалось, Никита проспал, проехал свою остановку. Водитель маршрутки уже знал его, там разбудил, довезли тебе и так далее. То есть насколько такая самоданность, да, если по-белорусски говорить, у молодого парня, который, ну, всегда, так, не знаю, там, вкладывался на тренировках. И ты говоришь, что рано попал в Киев, но, может быть, это такой закономерный процесс? Ну, я не в плане рано, я вот сейчас рассуждаю, рано, ну, вот, если мне сейчас мою голову тогда дать, ну, как бы, может, и нормально было бы, ну, супер. А так, мне кажется, рано. Ну, вот, чисто по восприятию вообще, что это за клуб, как надо, там, что делать и как вести. Ну, вот... Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Ну, да, естественно, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. 700 тысяч евро за Никиту отдали, по официальным данным. Во-первых, и клуб, я думаю, не откажется от такого тренировка. Во-вторых, и игрок не откажется. Нет, так никто не откажется, просто, ну, уже это, уже, как бы, было, просто я рассуждал так сам себе, что чуть-чуть, вот, мне кажется, рановато уехал. Ну, ты тогда ведь был одним из лидеров молодежки, как раз же в то время. Да нет, Савицкий тогда был лидер. Я помощник. Ничего не знаю, мы говорим только о лидерах из Солигорского шахтера, которые сейчас... Я помощник. Савицкий к нам тогда так и не перешел, поэтому... Да, 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 хотя были бы разговоры. Хорошо, Никита, но я некоторые буду вопросы задавать, я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, но мне просто интересно, и мы не можем не спросить. Тем не менее, как ты считаешь, вот этот твой украинский этап карьеры, он был положительным для тебя, потому что у тебя там около 20 игр всего в УПЛ за несколько лет. Как ты сам оцениваешь тот период? Да, положительно. Я работал с очень качественными тренерами, которые первый мне научил тактики, а второй научил, ну, вообще, в принципе, как в футбол понимать и играть. Один — это Александр Николаевич Хаскевич? Да, второй — Ребров. И вообще, нежели мне дали учить, ну, при Реброве, я первый раз увидел, что такое, так, ну, вообще, футбол, как бы другой футбол, там, постоянная работа тренерами после тренировок, то есть, там, у тебя правильно учили открываться позиционно играть, как играть в обороне позиционно, как в атаке, как там выходить там. Ну, вот этот вот футбол мне показал, допустим, от Ребров. Вообще, я очень доволен был. Ну, и работалось, допустим, мне очень интересно. Каждый день что-то новое я для себя лично открывал. То есть, у меня вообще не жалею. То есть, несмотря на то, что вы в «Динамо» поиграли в Еврокубках, были разные тренеры, тоже высококвалифицированные, ты когда приехал в киевское «Динамо», там уже немножко было-то как? Небо и земля или... В стране, ну, да, да. Когда приехал, да, было небо и земля. Ну, то есть, я же, опять же, играл, да, правильно, там, да, в Еврокубках. Но когда я туда приехал, я такого не делал, что до этого все делал. Ну, что сказать. Интересно. То есть, какой бы ни был опыт, все равно ты извлек для себя максимум из этой твоей экскурсии в Украину. Ну, тут ведь тоже, ты говоришь 20 матчей, да, это с одной стороны. С другой стороны, ты каждый день тренируешься с ребятками, которые, ну, если ты им проигрываешь конкуренцию, значит, они сильнее, да, по мнению тренера, по крайней мере. Если они сильнее, значит, они тебя за собой подтаскивают в любом случае в тренировочном процессе, и ты сам совершенствуешься как футболист. То есть, да, игрового тонуса может не хватать, но дело такое. Но у меня такая мысль в голову влезла тоже, без какого-то обидного подтекста. Это, может быть, история про то, как быть либо первым парнем на деревне, либо последним в городе. Да. Ну, как, опять же, вот все говорят, там у меня играл Вилозу, там, рыбалка, национальная сборная, Гармаш, национальная сборная, Сидорчук, национальная сборная. Я еще тогда, по-моему, такой вызвался на одну игру. 21 год, они уже там поиграли по 15 матчей, по 20. Ну, объективно. Учитывая, какая сборная Украины была в те годы. Да. И это я только приехал. Мне надо было, вот, и все говорят, не получилось. У них надо было сразу со старта 21-летнему парну конкуренцию выиграть. Ну, а пообъективно, ну, как мне надо было? Там плюс Хорват, допустим, он потом в спортинг уехал через полгода. Вот такие люди там играли. Говорить, что почему не получилось, ну, наверное, там тоже как бы футболисты хорошие были. Ну, топ уровня. Все национальная сборная. Я думаю, просто на Никиту возложили, знаешь, очень много таких надежд. Белорусская пресса, некоторые белорусские специалисты, что, мол, вот сейчас, типа, надо, ну, как бы, приезжать и взрывать. А может быть, на самом деле такого не бывает, учитывая, как бы, неопытность именно возраста. Ну, я же говорил до этого, что, ну, у тебя, ты находишься не в той среде, как бы, не в комфортной среде, которой я находился. И это очень тяжело. Ну, и это зона роста. Ну, естественно, это потом, да, это уже, ну, зона роста. Слушай, вопросик такой, ты, видно, перечислил, да, такие фамилии, тот же Белозу, условно, есть ли там, как мы говорим, какое-то товарищество или что-то такое, или там вы друг другу конкуренты? Конкурентное братство. Конкуренты и только. Не, было, конечно. Коллектив, как именно запретен, было все, конечно. Вот коллектив, ну, то есть мы собирались, там командные сборы были, все это было, семьи там, допустим, все это было. Не, да вообще супер коллектив был, на самом деле. Потому что, ну, как это командные сборы в Киевском Динамо без Артема Милевского, это... Не, ну, там командные сборы, ну, семейные в плане, там семьями здесь не приезжают. Это круто, это круто. Никита, один из, строго для меня, один из самых интересных вопросов в нашем подкасте, ты потом поехал в Саудовскую Аравию. Да. Я, наверное, больше хочу тебя спросить, хотя и про это тоже, расскажи нам, какой там уровень футбола, плюс такую своеобразную специфику, когда европейские игроки приезжают туда либо в конце карьеры на заработки, условно говоря, ну, знаешь, как заезжих голливудских звезд приглашают. Расскажи об этом, и для меня максимально интересно, расскажи о быте и о жизни в Саудовской Аравии, потому что мы все знаем, там до сих пор публичные казни проводятся. Это довольно такая религиозная страна, несмотря на то, что богатейшие, там есть какие-то жесткие правила поведения и так далее, и так далее. Расскажи, пожалуйста, об этом, как тебе в то время жилось в этой стране среднего срока? Так, а что там... На самом деле, вот у нас команда была, когда я приезжал, только туда 12 место занимал. Альфа-так. Альфа-тех. Альфа-тех. Альфа-тех, да. Она была 12-я. И несмотря на то, опять же, 12-я команда. У нас тогда приезжал потом защитник со спортинга, поляк. И всем они не... им не 35 лет. Им по 28. Там на самом деле хороший уровень. Там не то, что приезжают 35-летние. Там, допустим, и приезжают, и команды с высшей лиги, там вот спорту приезжают. И опять же, даже наша команда приезжала защитник со спортинга. Вот, поэтому я не скажу, что там очень плохой уровень. То есть, как всем кажется... Всем кажется, вот у нас даже яркий пример у меня был в команде поляк. Он там... я не помню даже команду, какой он был. Он приехал, говорит, я тут сейчас... я у себя там забивал 12, сейчас я тут 22 забью. Но через полгода попросили. Потому что забил 2. Ну там вообще ноль. Забил ноль. Там на самом деле очень хороший уровень. Это про футбол. А про жизнь это вообще отдельно. Ну, на самом деле, вот я приехал, но... А я чисто вот такой вот, как, ну, селянин. Я вообще не знаю, что это, куда я приехал. Прилетаю, я понимаю, что мне уже кислорода не хватает. А я прилетел, это был декабрь, а мне уже жарко. Ну, я не могу там где-то вечером 35, вот так где-то вечером. Ну, это все уже там 8-9 где-то вечером. Мне уже не могу. Ну, все, встречают, привозят. Прохожу медосмотр. Опять же, ничего не зная. Прохожу медосмотр. Меня осматривает женщина. По РНЖ, получается, ну, все закрыто у нее, да. И я когда уходил, я вот так хотел по плечу спасибо. Она как выбежала с кабинета, зовет меня. Какие-то мужики приходят, говорят, да, на арабском орут на меня. Я говорю, ну, типа, вы разговариваете на английском? Нет, они орут все равно на арабском. Я им говорю, доктор, я зову, что случилось? Она говорит, ты ее что, зачем ты ее тронул? Я говорю, да не трогал, спасибо, хотел сказать. Типа, что, ну, все, она просто сидела. Я так, оп, спасибо. Не, говорит, Никита, так, смотри, короче. Ну, женщин там, девушек, не трогай, типа. Да, даже дотрагиваться. Да, в перчатках, которые, вот они в перчатках ходят, до них нельзя дотрагиваться. Которые там без перчаток, они могут тебе сказать спасибо, там, ну, могут пожать руку. Которые в перчатках, а я же не знал, что надо, оказывается, что в перчатках нельзя вообще дотрагиваться, нельзя трогать. Вот. Ну, это не конец. Приезжаю в гостиницу, все, а там у меня друг хороший. Ну, в команде это как раз. Все, мы с ним нас заселили в гостинице, живем, живем. Следующий день вечер. А у нас номера через один в отеле. Ну, я к нему иду, взял приставку, ну, а там жарко, ну, я вообще не могу, ну, мне даже в отеле было жарко. Я иду, надел шорты без майки, просто в сланцах, и иду к нему в комнату, так вот выхожу, и смотрю так вот, краем глаза вижу, что какой-то, ну, там стоял мужчина с женщиной, они шли вместе на мою сторону, ну, там метров, там, 20 по коридору. Я смотрю, он бежит на меня. Я такой, да, не, не на меня. А потом смотрю, реально смотрит на меня, злой, вот реально злой, и бежит. Я быстро в комнату закрываюсь к другу. Он говорит, что, а он, а там, получается, такая, ну, перегородка, там две комнаты как бы в номере, а он лежит, не видит это. Я закрываюсь быстро вот так на защелку, успеваю. Этот стучится, он говорит, что случилось? Я говорю, да ничего не случилось, типа, ну, какой-то мужик бежит на меня, какой-то вообще. Он говорит, ты что, без майки пошел? Я говорю, ну, да, типа. А он с женщиной? Я говорю, ну, да. Ну, так, типа, нельзя. Если вот он сразу, типа, бежал, все, ну, не убивать, я думаю. Ну, как-то обозначить присутствие, да, физически. Ну, да, я думаю, да не, ну, отстоял бы, я думаю. Спортсмен. Ну, вот такие вот там вот традиции, но реально тяжело. Там тяжело вот мне. Мне не было, я был, я говорю, у меня там друг был, мне не было тяжело, мы с ним все вместе делали, у нас семь, там, семь ею, все нормально. Это не тяжело было. Тяжело было первые два месяца тренироваться. Я тренируюсь в восемь, это был декабрь, там 30 градусов. Они тренируются в байках и в шапках. Я вот так выхожу, говорю, да, мне воздуха не хватает, говорю, ну, типа, очень жарко, очень. Вот, единственная проблема была, что мне жарко было все время. Я просто сам люблю холод, я не люблю, когда вот 50. На улицу вообще в обед, это один раз я вышел, один раз. В обед, ну, 50 было. Пожалел. Пожалел, ну, вот как овощ сразу ссохся. Слушай, а там по еде, по алкоголю, там же тоже есть... Не, алкоголь, ну, в принципе, ну, там, если экстрадируют вообще со страны, высылают сразу. То есть вообще, причем даже там, там, 0,33 пива, если кто-то увидит у тебя в этой стране, все, тебя сразу попросят. Ну, то есть вообще никакого алкоголя, нигде, никак, там, вообще ноль. Роскошь. Да у нас город, на самом деле, маленький был. Мы это не типа, там, понятно, есть города похожие, ну, вот как Дубай, вы видите, есть такие города, да. Вот, и мы в таком маленьком жили. Там, ну, опять же, было чем заниматься, вообще вопросов нет. Говорю, у меня там семья жила, и нормально было. А как же нету ее было там? Ну, она только что в Абай ходила. Единственная вот проблема, только что там надо было... Абай, это вот, это до шеи такое черное одеяние полное. И вот ей надо было так ходить, просто там можно было так и не ходить, на самом деле. Просто они же... Я ходил все время с ребенком, а они, короче, ходят и фотографируют нас все время. Вот ты заходишь в торговый центр, и мы все время ходили вместе, и ребенка мы фотографировали. Потому что, ну, я не знаю, что, белые волосы, может, не видели никогда. Ну, скорее, это... Как китайцы-европейцы все время. Может быть, ну, так и есть, на самом деле. Мы ходим, а они вот так, оп, и фоткают все. Ну, оно видно. И если первое время моя жена очень-очень сильно ругалась, что это такое. Потом уже... Я вот так стоял уже в конце. А там еще есть такая... А, еще ситуация. Вот. Там как относятся там к женщинам, ну, как к другим, наверное. Не к своим женам, а вообще, в принципе, наверное, к другим. Очереди как бы стоят. Вот. Там обычно женщины, девушки стоят в очереди кофе, допустим, взять. Вот моя жена пошла вот так. А там мужики, короче, им вообще пофиг на них. Они вот так заходят перед ними, становятся, типа... Сначала мужик, мужчина возьмет вообще, в принципе, что он хочет. А потом только она уже пусть берет. И вот так вот перед моей женой влазит. Она говорит, слышь, иди давай, а. А потом... Ну, а он такой, типа, нет, нет. И все так мужики заходят, она приходит, плачет. Я говорю, что случилось? Да они в очередь, типа, все влазят передо мной. Я не могу ничего взять. Вот, типа, говорят, подожди, подожди. Ну, вот, там вот такое отношение. Ну, такое, да. Я думаю, когда... Феминистки, наверное, нету феминистов, собственно, скорее. Это все тяжело. Опять же, это новый... Вот для меня это был вообще новый мир. Я первый раз это все видел. Ну, типа, что так может быть. Ну, потом вообще привыкаешь ко всему. Ну, опять же, человек ко всему привыкает. Но зато, я думаю, когда твоя жена ответила этому мужику, типа, слышишь, куда ты лезешь, да? Вот это у него культурный шок был, типа. Наверное, да. Не, да, да. Да, она говорит, типа, ну, так, ну, опять же, они вообще, там, типа, мужчина, это самый вообще, вот, царь и бог у них. А потом только они. Вот он сначала что-то ему надо, он, а потом ты уже. Ну, у них так. Да, мету там не пройдет. Да, я такую паузу сделал, немного шокирован, конечно. Хотя стоит признать, что на той территории женский футбол довольно активно развивается все равно. Только они же, по-моему, в Саудовской Реви, а, или в Иране только начали сейчас поскользить. Ну, да. В Саудовской тоже, могу ошибаться, но, ну, когда я был, там, может, года два назад только разрешили, что выпускают. Кстати, как там с посещаемостью, как там вообще атмосфера во время матча? Потому что я, насколько помню, я взял какие-то нарезки, если откуда-то оттуда, то там просто огромный, или, там, плакат, там, какого-то короля. Нет, это ихний, ихний, блин, я уже забыл, как это называется, на самом деле. Эмир, там, не знаю. Президент. И вот их президент, это вот, они плакат все время висит, везде. Вот. А болельщиков нету, только плакат президента. А, нет, только сейчас. То сейчас же у них тоже, наверное, вот у них сейчас запрещено тоже без болельщиков все играть, доигрывали, вот у них сейчас, наверное, закончили сезон, да. И у них все, да, большой вот плакат на все трибуны висит президент их. Да, любопытно. Я, конечно, не вообще хотел бы на такие легионерские хлеба уехать. Ты сказал, что ты любишь больше холод. В Саудовской Аравии тебе было максимально жарко, и потом ты перебрался в довольно комфортные для себя, видимо, условия. Ты поехал в Португалию. Да. Что в Португалии было? Да, ничего такого. Атлантический океан видел? Да, я все видел, но было чем заниматься. Нечем, точнее, было заниматься. Вот и с семьей ездили, смотрели. Там для жизни вообще супер. Ну, как бы, вопросов нет. Ну, по футболу вопросы были. Второй дивизион португальский. Это что такое? Ну, это, это вот есть одна команда, которая выходит в высшую лигу, все, остальное, это все одинаковое. И все, как бы, плюс-минус, все то же самое. Ну, одни и те же команды, одного уровня. Нет такого. Там только одна команда, которая вот готовится выходить в высшую лигу, и все. Ну, слабые, очень слабые. Ну, а как они, ну, то есть, условно, откуда-то же португальские берутся таланты. Таланты, 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 и попадают в порту спорта к Бенфику, и... Ну, как они проходят по этапу, ну, опять же, в самые большие школы, это вот, в порту Бенфика, там, Брага, это вот самые большие школы. Их потом просто с академии распределяют по мелким командам. Там, если ты хорошо, тебя уже подпускают, образно говоря. Кстати, там вот у команд первой дивизиона вообще в своей академии есть как-то вот это вот? Нет, ну, нету такого. Такого нет, там отдельные команды. Там просто вот там играют. Порту Б, допустим, там, Бенфика Б, вот это вот, это, ну, я так понимаю, дублирующий состав. Вот, они играют во втором дивизионе. Интересно, получается, там, условно, много не то чтобы клубов, а команд именно в том дивизионе, во втором. Вот так. Мы еще наше лицензирование ругаем за то, что нас заставляют держать академии и так далее. Да нет, хорошая у нас футбол. Болельщиков бы прибавилось, было бы вообще отлично. Никита, ну у тебя же была такая побывка небольшая вновь на родине в этот период. Ты снова возвращался в Минское Динамо. Как сейчас вспоминаешь тот сезон, скажем так? Почти нормально называют. Почти нормально. Почти нормально. Интересный оборот. Почти нормально, но могли лучше закончить. Так, это был восемнадцатый год? Ну, это когда с Зенитом играли. Да. Ну, почти нормально я называю. Ну, на самом деле, да, я теперь понял, почему Никита говорит почти нормально, потому что если бы не этот ответный матч, то, наверное, сезон можно было бы записать Динамо, ну, прям в плюс-в-плюс. Ну, да, можно было бы, но не записали. Да, много конспирологических историй тогда ходило, но не будем возвращаться к этой теме, ты не раз уже отвечал на этот вопрос, что это все глупости на самом деле. И глупости я думаю. Ну, вот то, что я же был внутри команды, да, и я видел, ну, по мне это глупости. Просто там были ряд ошибок, допущенные в этом матче. Именно футбольных? И футбольных, и так, ну, все все знают. И так ошибок было. Просто, ну, вот так наложилось все, вот эти ошибки, и все вот привело к этому. Да, как я тогда смотрел, ну, бьют на Дзюбу, ну, как вот он все мячи собрал там, ну. Потому что это Арсем Дзюба, воспитанник московского «Спартака», моего любимого клуба, одного из. «Локомотив» разве теперь не твой любимый клуб в России? Нет, но я понаблюдаю за Лисаковичем. Он к нам в подкаст так и не пришел. Да, мы его ждали. Мой любимый клуб шахтер Солигорск, повторюсь. Никита, один маленький момент. В 2014 году у тебя была небольшая такая история, не очень приятная, что ты мог завершить карьеру. У тебя передние кресты, как я понимаю, да? Да, порвал. Кстати, на поле в Солигорске. Так, так, так. Да, ну, опять же, там как бы обычный момент, какой-то рвут кресты, это просто либо оступился, либо там... Это случайность, там нет такого, что прям эта травма тебя там ударили, ну, бывает. Да, кресты рвут обычно на ровном месте. Да, на ровном месте, как и у меня. Я, там, допустим, тело влево ушло, нога осталась, вот этот проворот, все. Это так получилось. Я правильно понимаю, что тогда действительно серьезно стоял вопрос с завершением футбольной карьеры? Ну да, да. Как ты сейчас переживаешь, вот если такой флэшбэк сделать тот год? Ну, это ж, наверное, вообще тяжело, когда ты молодой парень, и у тебя тут такая история. Как ты победил это все дело? Я победил как? Да мне помогли, я не побеждал, мне помогли просто победить. Мне тогда на тот момент Чиш и Юрий Александрович помог, и все. А психологически? Психологически? Ну, не победил я психологически, наверное. До сих пор у тебя есть такая... Нету, но просто, опять же, все время как бы лечит, правильно? И, ну, на тот момент очень тяжело было. Ну, реально, ну, там слезы, все это понятно. Не знаю, что делать. Ну, паника, опять же. Вот. Просто, что, опять, в нужный момент оказались те люди, которые помогли, и все. Ну, крестообразные связки. Насколько я понимаю, на данный момент это, ну, не то, что рядовая операция. Ну, не рядовая, на тот момент у меня были крестообразные... Ну, у меня был, если так уже брать, фулл хаус. В колене. Вот комбинация ИСО. Там и мениск чуть-чуть поврежденный, там, боковая чуть-чуть что-то. Ну, вот фулл хаус собрал в одном колене комбинацию. И тяжелая операция была, чтобы это не просто там рядовая операция, да, вот как сейчас. Сейчас, может, рядовая. Тогда не рядовая была. Ну, и все, это объяснили просто Юрия Александровича Чижу. Он меня вызвал, говорит, ну, надо помочь, типа, окей. И отправил в Италию. В Италию все-таки, да? Тут Германия и Италия у нас обычное направление. Если в топ небольшой, как видите, у Сергея Политеевича дела с установлением. А он вот буквально... Супер, я с ним... Да, индивидуально тоже работает. Работает все... Скоро будет как новенький? Конечно. А береги себя. Спасибо. Чтобы больше на поле в Солигорске, тьфу-тьфу, такого больше не было. Спасибо. Прозвище Дед из Минского Динамо перенесли сюда? Так у меня не было этой клички. Не было? Не было. Да это придумали, ну, это вот как миф. Ну, типа, что-то есть, но это неправда. Ну, как миф, ну, реально. Неправда у меня... Слушай, ну, мифология — это очень важный элемент создания какого-то образа. Да, но... Ну, я образно сказал. Миф, ну, там, ну, неправда. Придумал кто-то, пустил слух, и, ну, чуть-чуть разлетелось, и все. Но это неправда. Ну, какой Дед, ну, куда? Хорошо. Тогда, Никита, сейчас будет очень важный для меня вопрос. Так. Это уж точно не миф. Я тот человек, который категорически не принимает и не понимает, зачем люди ради своего удовольствия убивают животных. Ты понимаешь? Хорошо, рыбалка. Рыбалка. Нет, просто мне вот интересно. Рыбалка. Так же? Ты так же относишься к рыбалке? Нет, ну, рыбу все-таки у них глаза не такие, как у животных. Давай я закончу? Ну, хорошо. Я уже все понял. Я сразу предупредил, слушайте, что это ни в коем случае не спорт. Просто не спорт, мне просто интересно. Ты любишь охоту, как я понимаю. Это тебе привил папа. Вы с ним вместе ходили, когда был маленький. Ладно, объясни мне, почему человек может ходить на охоту, скажем так, когда он может добыть себе еду в магазине за деньги. Ну, а рыбу ты тоже можешь добыть, купить рыбу в магазине? Ну, да. Все ездят на рыбалку. Все это Вергейщик, Жуковский, Юревич. Нет, образа, люди, вот для чего просто ездят на рыбалку? Ну, это какой-то медитативный момент, рыбалка. Нет, ну, там же интересно тебе вот что-то споймать. Вот это самое, вот это, ну, это как спорт, образно говоря. Нет? Есть такой вот, ты сидишь, и 8 часов ты сидишь. Тебе же не лень 8 часов просто так сидеть, смотреть на поплавок, как ничего не происходит. Но ты же все равно чего-то ждешь. Логично. Вот, и ты ждешь большое что-то. Ну, это крупное, чтобы его, ого, порадоваться, там, эмоции получить. Ну, да. То же самое, как бы, охота. Ты можешь ходить и 10 часов, там, пока солнце встало, и ходишь. И вот. Это плюс-минус то же самое. Ну, вот по мне. Ну, как, опять же, понятно, если ты это всю жизнь не делал, да? Ну, я вот маленький ходил, допустим, там, просто с... С отцом. Ну, и от этого, как, знаешь, привили, ну, ничего такого сейчас не вижу в этом просто. Блин, мне жалко животных, ну, как так? Егор, ну, смотри, ну, нам, людям, на самом деле, не так много лет, как виду, да? Ну, да. Мы еще не забыли свои древние инстинкты. Я думаю, очень все активно в плане того, чтобы вот, добыть, догнать и так далее. Единственное, я недавно услышал такую хорошую мысль про охоту. Это единственное за все время, когда я действительно понял, что где-то она может быть хороша. В Африке, когда выезжают на платное сафари пострелять каких-то животных, там ведь тоже все ограничивается, чтобы популяция не разрасталась и так далее. Наверное, это единственный плюс охоты, чтобы просто популяция одного вида не перерастала в другой и не разрушался этот водоворот животных в природе. Так вот, эти все деньги идут на восстановление, поддержание и развитие заповедников в Африке. То есть, по сути, вот эти все люди, которые хотят убить животное безоружное с расстояния, несправедливо, с ружья, они все-таки как-никак, может быть, так заочно вкладывают в развитие вот этой дикой среды и сохранение там некоторых исчезающих видов в природе. Вот такое я еще, ну, где-то могу понять. Ну, вот ты видел наших кабанов, сколько их? Ну, то же самое. Они прям толпами на дорогу бывают. Ты же, нет, ты не понимаешь, ты же переходишь на охоту, ты же не лупишь, кого попало. Ну, это не так происходит. У тебя есть определенный, тебе дает егерь определенные лицензии на кого ты можешь, а кого ты не можешь. То есть, грубо говоря, они мониторят, например, сегодня в этом году много кабанов. Да. Типа, и они там, не знаю, что-то топчут лес. Ну, конечно, это все егерь смотрит, как бы. И это не так происходит. Ты приходишь, ой, сейчас тут все с дробовика, сейчас начну классику, кто попал. Нет, конечно. Тебе дают лицензии, и все, и ты идешь. Кто тебе вот разрешат, на кого ходится. Ты можешь даже не увидеть. Тебе дают лицензии, ты даже не увидишь за день его. И вернешься ни с чем. Естественно. Да, и лицензия уже, насколько я понимаю, сгорает. Или она сгорает только, если ты подстрелил лучше кого-то. У нас на день как бы дает, и все. Ну, и понятное дело, эта лицензия покупается. Покупается. Конечно. То есть, видимо, как и только что моя история про Африку, то есть эти все деньги идут так или иначе в какую-то лесхозу. Ну, я не знаю, покупается. Хорошо. Что вы с этим мясом потом делаете? То есть его прям как охотник можно принести домой лося, там, разделить его. Ну, надо проверить его. А, ну, диких животных так просто езжаешь, да. Конечно, надо проверять. А ты ел лося когда-нибудь? Да. Вкусно. Сам готовил, наверное, еще. Не, мама готовила. Ну, я, честно, зайцев вот люблю. Вот, очень вкусно. Вот, единственное, что с картошечкой, вот, когда их протушат, это вот самое вкусное, что вот после, вот, если ты еще это сам, ну, тебе привезли, допустим, или я там поохотился, это очень вкусно. Свежая. Вот он только побегал. Ладно, я немного... Сейчас все веганы и зоозащитники отпишутся от нашего подкаста. Ну, смотри, хорошо, я твою позицию понял, я ее принял. То есть, в этом есть свои плюсы. Но вот у меня все равно психологический какой-то барьер, ну, не знаю, у меня рука бы не поднялась, условно говоря. Ну, ладно, это лично, сразу говорю. Не, я говорю, если бы ты 7 лет ходил там каждую неделю, у тебя бы была бы, ну, ты бы нормально к этому относился. Ну, видимо, да. И так же я, я как бы меня брали, я еще малой, я просто ходил с отцом, просто рядом ходил. И смотрел на это все, как бы. И это вот так поэтапно, поэтапно. Опять же, как рыбалка, сейчас переросло. Вот на тихую охоту надо ходить за грибочками. Сейчас как раз время, да? Как раз время. Как раз кто нам вот в подкасте обещал, что... Коваленя. Коваленя, да. Ну, я, кстати, про охоту хотел тоже спросить. У тебя был какой-то такой момент, где... Ну, какой-то экстремальный такой момент. Когда разделывать первый раз попросили. Ну, опять же, все первый раз. Когда попросили разделывать животного. О, а что это было за животное? Лось. Ой. Ну, и как надо понимать, что лось, он же лось. Лось он, да. Прям, ну... И вот экстремальный вообще, я туда зашкаливаю. У меня пульс, ну... Поднимался максимально. Ну, страшно было. Первый раз. И все. Ну, вот единственный такой... Ну, опять же, ты ходишь, а вот никто... Вот тебя тоже взяли, тебе в любой момент было бы экстремально. Потому что... Конечно. Когда... Ты же не знаешь, как он среагирует, правильно? Кабан. Он может как и бежать, а может и на тебя побежать. Мне... Это очень опасно, да, насколько я знаю. У меня отец много историй сказал, что они все, если он попал, глаза покраснели, побежали, все. Ему уже пофиг, стреляешь, не стреляешь. Поэтому кабану нужно стрелять, именно попадать между глаз, чтобы, грубо говоря, его не просто ранило, и он мог еще бежать. Ну, хорошо, я посмотрю, как ты с 20 метров, когда он будет бежать. Я этого... Не-не-не-не, если не Никита, я... Я вот подказы пишу. Мы знаем, что в белорусском футболе есть целая такая секта иллюминатов-рыбаков. Вот их много, прям футболистов-рыбаков. А есть кто-нибудь, кто... Охотники, с которыми ты, ну, можешь пообщаться так. Пообщаться? Не, не встречал. Ну, я в последнее время, если честно, вот с этими выездами и вообще... А, меня есть друг, приглашал сейчас в последний раз на охоту, но он гонболист с БГК. Вот он приглашал меня на охоту, вот он тоже охотник. Вот и... Ну, просто, опять же, мне... Сегодня я же там, там, о разъездах, разъездах, никак не могу вот съездить. То есть в последнее время у тебя не часто получается выбираться? Просто чисто физически не получается. Ну, вот, говорю, в последний раз, по-моему, две недели назад что-то приглашал на охоту. Поохотиться на два дня. Не поехал. Ну, не мог просто. Ну, слава богу. Ну, на уток, как бы, утки можно ж. А ты меня как будто спрашиваешь, да? Никита так смотрит на такое, я даже подтвердил. Нет, я понимаю, что это неграмота, но мне, например, рыбу не жалко ловить. Ну, как бы это рыба, я не знаю. Но вот животное, не знаю, там. Егор, у тебя в детстве... Ну, ты ездил к бабушке в деревню в детстве? Ну, да. Ты знаешь, там такой ритуал есть, когда... Ой, не, ну ты что? Свинок? Ну, не, не, не. Не, ну я только слышу. Их растят, скажем так. Их растят для чего? Ну, ладно. Это этические все вопросы. Мы сразу скажем, что мы уважаем мнение и времяпровождение любого. Тут, если это все легально, и если это как бы за этим следят грамотные люди, и что это не просто так, тогда никаких вопросов. Ну, это же физически изматывает, как я понимаю. Интересно, интересно. Ты же как бы идешь, как вот на рыбалке. Ты сидишь, ждешь, и там ты идешь, и тоже ищешь, как бы. И хочется, и хочется, и как бы, ну, не такая усталость. И то есть все эти атрибуты, там, манок, если науток, там, я не знаю, как-то приманки какие-то, да? Все это работает, либо просто сели и пошли на север. Ну, да, как бы. Ну, нет, раньше мы ходим с человеком, который как бы знает все, где там видел их с утра егерь, да? Он все знает, он показывает, где может там, может там. Ну, он знакомый наш, если честно, просто он нормально, он общается. И он нам помогает чуть-чуть, потому что, ну, у меня как бы тоже там не спортсмены ходят. Ну, да. А у кабанов женюх очень острый в придаче. Я знаю, что надо идти по ветру. Не, на самом деле страшно. Мы были сейчас у нас в дом у родителей, и я случайно пошел, ну, там, кукурузное поле. Я просто иду, смотрю кукурузу, внутри уже поле, там, метров пять отошел, вот так, внутрь поля. Я слышу чавкать кто-то сидит. И просто я вот, ну, вижу, а у него бивни вот такие вот. И как рванул. И какие-то показывают сантиметров пять, по-моему. Ну, да, я, ну, видел, он стоит, ну, я не знаю, чего он один отбился, что-то пошел, наверное. И вот, ну, прям в поле сидит, чмявкал. Ну, вообще, блин, вот с этими кукурузными полями и кабанами. Нет, это страшно, нету страшно. Потому что там есть несколько случаев, да. Так это вообще, так, ну, так же, как бы, нельзя, в принципе, вот так, услышал про эти случаи, да, что в поле, ну, это вообще страшно. Он вышел в лесок, там, все видно, как бы, ну. Дай бог, чтобы Никита на поле тебе не попадались соперники такие. Вот с такими бивнями. Вот с такими бивнями, да. Давайте тогда потихоньку закругляться. Никита, понятное дело, у шоксера сейчас, к сожалению, нет Еврокубков, но стоит перед нами очень серьезный отрезок. Последняя треть сезона, последний раз, в отличие от Минского Динамо, ну, да. Там год разницы. Год разницы, да. В 2005 году, последний раз в Солигорске было золото. Мы не намекаем, мы не боимся спугнуть, мы вообще с Витей относимся к этим всяким словам. Не, я боюсь. Я тоже боюсь. А, ты тоже боюсь спугнуть? Я тоже, я тоже. Кстати, суеверный? Ну, не максимально, но есть, да, момент. Ну, получается, да, суеверный. А есть какие-то ништячки, которые ты не боишься нам рассказать, вот, какие-то маленькие тонкости, вот, про твои суеверия? Ну, как будто только завязываю, наверное. Ну, это прям вот такое максимальное, что и будто завязываю. Ладно, я не суверный, потому что в первую очередь верю в мастерство наших футболистов, а не в какие-то метафизические истории. Последняя треть сезона. Как раз ты врываешься 15-го числа, официально, когда открывается трансферное окно, тебя подпишут, и ты с нами. Какие амбиции и какие вообще перспективы вот на эти октябрь, ноябрь, половина сентября? Просто помочь завоевать золотые медали. Я тоже, я не был ни разу чемпионом. Я тоже очень сильно хочу. Поэтому я хочу все силы отдать, чтобы просто помочь взять чемпионский кубок и золотые медали. Красавчик. Не было никакой у нас не принято ни пресс-конференции с новичками и так далее, и так далее. У тебя не было шанса пообщаться с нашими болельщиками. А можешь через наш подкаст каких-то нескольких фраз сказать ребятам, которые только-только с тобой знакомятся? Несмотря на то, что ты в белорусском футболе, ты уже известная личность давно. Хочу сказать болельщикам, чтобы болели за нас, переживали за нас, и чтобы они не переживали, что мы не отдаемся на футбольном поле. Мы играем для них, ради них и на все 100%. Такого вообще нету. Все ребята супер, нету такого, что кто-то не отдаётся. У всех одна и та же цель. Взять чемпионство, привезти в Солигорск и с этими кубками порадоваться. Поэтому все живут одной целью. И я прошу, чтобы вы нас поддерживали максимально, потому что сейчас правда очень-очень важный период. Я хочу лишь добавить, болельщикам не ходите на кабана, а ходите лучше на футбол, на домашние игры Солигорского шахтёра. Сейчас, как Никита говорит, это действительно очень важно. И с прошедшим вас днём города, города Солигорска, и с днём шахтёра, всех причастных к этому нелёгкому сложному труду. Поздравляю. Да, я присоединяюсь. Всё тогда, ребята. Никита, большое тебе спасибо за то, что стал гостем нашего подкаста. Мы очень рады, когда вы к нам приходите. Витя, успехов тебе лично от нас. Береги себя от травмы. Ну и концовочку сезона, я думаю, мы ещё встретимся с тобой, порадуемся. Спасибо. Я думаю, уверен даже. Успехов тебе. Спасибо, Никит, спасибо. Всё, всем пока, Витя, пока. Рад был тебя видеть и слышать. И всем нашим слушателям тоже большие благодарности за то, что нас слушаете. Подписывайтесь, делитесь, критикуйте нас, советуйте. Мы будем стараться становиться лучше для вас. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok